Действительно, ну это же не олимпийский объект все-таки. Вот Сочи, я понимаю, все продумано до мелочей. Например, в конькобежном центре постоянно звучит музыка Вивальди и Марикона. Зачем? И для кого? Одна из главных точек для фотографий болельщиков в Олимпийском парке уже готова. Кольца как будто отражаются на фасаде большой ледовой арены. Олимпийскую одежку примеряют и другие стадионы. Олимпийские кольца, официальный слоган игр уже появились и на самих аренах. Кстати, это надпись, это не краска. Раньше это был огромный баннер. Лед срезали до необходимой толщины, разметили, уложили вырезанные буквы и сверху залили еще несколькими слоями льда. Профессионалы постоянно измеряют температуру льда. В крытом конькобежном центре последние штрихи вносят под музыку Мариконе, Вивальди, Бетховена. Да, музыка хорошая. На самом деле есть определенные исследования, которые говорят о том, что при кристаллизации льда, если музыка хорошая звучит рядом со льдом, то и структура его более прочная и благоприятная. Если же какая-то очень резкая, отрицательная музыка, то лед становится зубастым, колючим и не очень прочным. На Адлер-арене лед самый старый в Олимпийском парке. Ему 14 месяцев. Такой возраст только на пользу конькобежцам. Покрытие становится плотнее, а значит на нем можно развивать большую скорость. А в главный медиа-центр пока прибыли далеко не все журналисты. Правда, в кафе уже заметное оживление. На выбор блюда европейской, азиатской, русской кухонь. Прямо напротив для журналистов установили тренажеры. В спортзал пишущие и снимающие ходят. Правда, людей здесь заметно меньше, чем за столиками в кафе. Медиа-центр превратили в настоящий город. Даже улицам присвоили свои названия. На улице Главной работает прачечная. Вещи сюда, правда, почему-то в основном несут иностранцы. Похоже, именно для зарубежных гостей в медиа-центре появился едва ли не главный символ России – березы. Здесь уже рассчитали, что при правильном поливе и температуре первые листья на деревьях должны появиться 7 февраля.